Вы обратили внимание, за рулем водитель, женщина или мужчина? Женщина, по-моему. Как относитесь к этому? Я, в принципе, нормально. Едете вообще, вот ощущаете, что ей везет женщина? Да, мне больше нравится, когда женщина на рулях. Ну, когда они мягче ездят, меньше правила нарушают. Не знаю, нормально. К таким лестным отзывам о своей работе Ирина Пантелеева, водитель с 20-летним стажем, уже привыкла. Из них 15 лет эта хрупкая женщина управляла троллейбусом. А потом внезапно решила пересесть за руль автобуса. Посчитала, что почему женщины не могут работать на автобусе. Вот попробовала, понравилось. Управляя современным экоавтобусом с повышенным уровнем комфорта, Елена вспоминает свой первый пассажирский лиаз, благодаря которому научилась и неисправности по звуку определять, и мелкие поломки устранять. В такие моменты приходилось забывать о маникюре и каблуках. Ломались, и колеса у нас стреляли на выстрел. Техпомощь приезжала, тоже помогали. И на сцепку тоже помогали цеплять. Ну ничего, это уже нормально, мы уже привыкли. Несмотря на то, что женщина за рулем автобуса сегодня не редкость, водители и мужчины стараются беречь своих коллег. Хотя дамы и управляют большими машинами, но остаются представительницами слабого пола, которым помочь не грех. А часто обращаются за помощью вам? Ну бывает. Ну, например. Ну, подсказать что-нибудь там по этому. По неисправностям. Помогаем что-нибудь. Рабочий день Елены начинается в 6 утра, а заканчивается в 21.00. За 15 часов успевает испытать весь спектр эмоций и радость, и грусть. Ведь пассажиры заходят в салон с разным настроением. Кто-то благодарит за приятную поездку, а кто-то недовольно хамит. Например, за то, что неправильно подъехала к остановке. Но Елена старается всегда улыбаться и надеется, что пассажиры в конце концов поймут, какой это непростой труд. Относиться к нашей профессии с пониманием, что не все так просто, как им кажется, что вот мы сидим и нам тут легко и просто. Это не так просто, как им кажется. Это дорога, дорога разная, обстановка разная. Дома Елену ждут дочь и внучка. Летом она трудится в саду, а зимой вяжет. Встретив ее на улице, никто не подумает, что эта хрупкая женщина может так ловко управлять многотонной машиной. А Елена еще и гордится своей профессией. Ведь она помогает людям и в снег, и в дождь добраться до работы или до дома, увидеться с близкими и родными. Именно это греет душу и стимулирует каждый день выходить на такую любимую, а по мнению многих, мужскую работу. А было когда-нибудь желание сменить профессию? Нет. Знаете, нет. Алена Чеплодина, Евгений Молчанов, ОТВ Алена Чеплодина, Евгений Молчанов, ОТВ